Продолжение следует... ...чтобы ввести в заблуждение мой. Дореволюционная Одесса. В бедной семье, где восемь дочерей, жена говорит мужу. Арон, сегодня сын бокалейщика Каплун придет просить руки нашей старшей дочери Голды. Я тебе умоляю. Что? Я тебе умоляю. Держись с достоинством. Ни в коем случае не становись перед ним на колени, не целуй ему руки и не говори ему «Спаситель вы наш!» В мясном магазине на Рашильевской улице позади прилавка висит огромное зеркало. «Зачем вы повесили зеркало?» – спрашивает покупатель директора. «Если откровенно, чтобы покупательницы не смотрели на весы». Примадонна Одесской антрепризы своими капризами и выкрутасами достала директора театра. «Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим». «Все будет настоящим», – говорит директор. «И жемчуг в первом действии, и яд в последнем. Положитесь на меня». «Яд в последнем. Положитесь на мой канал!» «Последний leiц» Продолжение следует...